Утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чувашия в студии Дарья Ананева. Здравствуйте! На календаре пятница, 1 сентября. День знаний – долгожданный праздник для всех школьников. Но особый трепет в этот день, конечно, испытывают первоклассники. Сегодня в регионе впервые порог школ переступит почти 17 тысяч первоклашек, а всего же за парты сядут более 150 тысяч школьников. Второй год подряд День знаний начинается у ребят с поднятия флага и исполнения гимна страны. В большинстве школ состоятся торжественные линейки в привычном формате. Поскольку 1 сентября в этом году выпадает на рабочий день, учебная неделя сдвигаться не будет. Сегодня же вступает в силу ряд изменений в системе образования. Одно из нововведений – возвращение серебряной медали за успехи в учебе. Ее будут вручать выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ, имеющим в аттестате не более двух четверок. Медаль, кстати, даст абитуриенту дополнительные три балла при поступлении в ВУЗ. К слову, за золотую медаль будут начисляться пять дополнительных баллов. Также у 11-классников появится новый учебник истории, по которому они будут изучать историю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, вхождение новых регионов в состав Российской Федерации и ход специальной военной операции. Вернется в школу и трудовое воспитание. С нового учебного года учеников будут привлекать, к примеру, к уборке класса, посадке деревьев на пришкольном участке. Кроме того, с этого дня все ученики начального звена будут обеспечены бесплатным горячим питанием, независимо от дохода в семье. Обильные осадки, которые не прекращаются вот уже полмесяца, и шквалистый ветер могут привести к прорыву плотины на Ибресинском водохранилище. То есть близлежащие территории может попросту затопить. Люди останутся без крова и питьевой воды. Такова легенда учений, которые прошли в поселке Буинске. В ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера на Ибресинском водохранилище были задействованы спасатели, медики, полицейские, сотрудники Минприроды, служб связи. Задача – проверить и оценить готовность и качество реагирования на экстренные ситуации. Сценарий происходящего максимально приближен к реальности. Устранить подобный ЧС довольно-таки сложно. Требуется высокая профессиональная подготовка всех служб. К слову, участники тренировки с задачей справились. Они продемонстрировали высокую дисциплину, точную координацию действий. А вот если говорить о реальной погоде за окном в сентябре, то синоптики погодных катаклизмов не прогнозируют. В первой декаде месяца будет теплее обычного. На несколько дней в регион может вернуться лето. Долгосрочные прогнозы указывают на то, что до середины сентября температура воздуха будет выше нормы. И столбик термометра может подниматься до 15-20 градусов. Ночных заморозков не ожидается. Значит, не будет необходимости начинать отопительный сезон раньше запланированного срока. Ожидается преимущественно сухая, солнечная погода. И температура воздуха днем будет доходить до 21-26 градусов. Конечно, с утра, у кого линейка там 8-9 утра, будет еще более-менее прохладно, но все равно градусов 15 будет. И вообще в ближайшее время, в ближайшую неделю до 5-го числа у нас сохранится, ну так скажем, молодое бабье лето, и нас порадует погодой. Еще раз поздравляю всех школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Хорошего вам настроения, отличного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».